Друзья, всем привет! Не так давно вышло видео про то, какую бы мы машину с вами купили за миллион рублей. Потом вышло видео, какую машину мы бы с вами купили за 2 миллиона рублей. И мы пришли к выводу, что за миллион, что за 2 миллиона рублей всегда почему-то лучше оказывается Range Rover вкус VL322. Поэтому в этом видео мы его исключим из уравнения, дабы быть более объективными. Но начнем это видео мы с работы над ошибками. За последние две недели я снял два этих видео общей продолжительностью порядка часа. И я допустил несколько неточностей в своих высказываниях, за что я хочу принести извинения вам, как моим любимым телезрителям. И сказать, что Discovery 3 никогда не было с трехлитровым турбодизелем. Что Discovery 3 на самом деле очень эмоциональная машина. Потому что почему-то большинство комментариев гневные от владельцев Discovery, которые пишут, что я совершенно не прав. Что это очень надежный автомобиль, что это очень эмоциональный автомобиль, который дарит кучу наслаждения и радости от владения им. Поэтому я приношу перед вами извинения. И согласен, что Discovery 3, что 4 очень надежный и очень эмоциональный автомобиль. Также мы с вами выяснили, естественно из комментариев, что нормальную маму не купить даже за 2 миллиона рублей. А также, что в трехлитровом Supercharger какие-то не такие поршня. Я не знаю какие, наверное я не специалист, а люди, которые пишут комментариев, лучше разбираются в автомобилях, чем я. Поэтому смиримся с тем, что в трехлитровом Supercharger плохие поршня. А колено в трехлитровом дизеле вот такое. 400 тысяч машины ездят, не ломаясь. Так вот, закончили над извинениями. И приступаем к новому видео. Давайте сегодня с вами обсудим, а какой же автомобиль мы с вами купим за 3 миллиона рублей. Что у нас сегодня есть интересного за мной? Это Land Rover Discovery 5. Очень интересный автомобиль. Range Rover в кузове L405. Тоже очень интересный автомобиль. И Range Rover Sport в кузове L494. Кстати, пусть вас не смущает, что он выглядит как рестайлинг. На самом деле это до рестайлинга. Это 2014 или 2015 года машина, не суть. Просто переделанная под рест. Причем как снаружи, так и внутри. А в салоне я постараюсь сейчас показать вам, как это выглядит по-настоящему. И вот у меня, смотрите, в руках есть 3 миллиона рублей, которые мы можем потратить на эти с вами автомобили. Но, дабы сейчас не было лишних споров, что Discovery 5 начинается от ценника, если мы смотрим по Москве, в 3200, мы добавим с вами еще миллион рублей на всякие хотелки и доп. опции, для того, чтобы уравнять шансы этих автомобилей и сравнять их по цене. Давайте теперь поподробнее расскажу про каждое из них. И, естественно, начнем мы по традиции с Discovery. Дискавери Итак, друзья, вот перед нами 5-й Discovery. Он пошел с 2016 года, с конца. А 4-й, кстати, Discovery, я тоже ошибся в прошлом видео, выпускался, соответственно, до 16-го. Я сказал, что до 14-го. Но это, сути дела, не меняется. Сейчас мы с вами поговорим про новый кузов. И согласитесь, это огромный шажище вперед по сравнению с тем, что было в 3-м и 4-м поколении название этого автомобиля. Здесь уже нет рамы, здесь несущий кузов. Здесь одна и та же платформа на всех этих автомобилях. Сейчас в нынешнем поколении Discovery 5 он построен на платформе Range Rover в кузове L405. У них идентичные подвески плюс-минус, идентичные силовые агрегаты в большинстве своем. И очень много чего схожего вообще в поведении даже автомобилей. Этот автомобиль перестал быть настолько утилитарным, как был в Discovery 4 и Discovery 3, соответственно. Он приобрел гораздо больше, так скажем, люксовых опций. Он приобрел другую совершенно отделку салона, архитектуру салона. Он совершенно другой в поведениях на дороге. Это уже обычный полноценный кроссовер. Он перестал быть тем неубиваемым кирпичом, который мы привыкли видеть в кузове Discovery 4. И стал обычным повседневным автомобилем. Отчасти, наверное, из-за этого он не снискал популярности на нашем рынке. Автомобили эти не пользуются спросом. И если вы обращали когда-нибудь внимание, даже при езде по городу, по Москве, в моем случае, вы много этих автомобилей не увидите. Увидите гораздо больше четвертых и третьих Discovery, чем пятых. И если сравнивать их по количеству продаж с Sport в кузове L494 и с Range Rover в кузове L405, то это тоже будут кратные преимущества не в сторону Discovery. Ладно, давайте мы обсудим с вами, что мы можем купить за 3-4 миллиона рублей, если мы хотим именно Discovery. Но почему мы хотим именно Discovery, если честно, я не понимаю. Об этом чуть позже. Значит, у него было несколько силовых агрегатов. У него был двухлитровый дизель мощностью 240 лошадиных сил. У него был трехлитровый дизель мощностью 249 лошадиных сил. У него был трехлитровый дизель мощностью 258 лошадиных сил. На самом деле, это совершенно одинаковые моторы, я имею в виду 249 и 258, кроме прошивки в блоке управления двигателем и, соответственно, сильно выросшего транспортного налога. Поэтому самые дешевые автомобили – это 3 литра, 258 лошадиных сил. Дешевые они потому, что они едут совершенно так же, как 249. Налог вы платите в полтора или в два раза больше сразу. Дальше. Трехлитровый бензиновый суперчардж, 340 лошадиных сил. И, в общем-то, все. Я что могу сказать про эти моторы? Я, естественно, выбрал бы бензиновый трехлитровый суперчардж. Но он самый дорогой из этих автомобилей. Поэтому тут решать вам. Надо смотреть по вашему кошельку, по вашему бюджету, что вы можете себе позволить. Также стоит сказать, что эти автомобили все оснащаются восьмиступенчатой коробкой ZF. Причем не только Discovery, я имею в виду, но и кузов L405, и L494. Land Rover наконец-таки полностью отошел от шестиступенчатых коробок передач, которые были гораздо менее надежные, чем восьмиступенчатые. И я уже говорил в прошлом видео, что за всю нашу историю работы, по-моему, одну или две коробки только восьмиступенчатых мы ремонтировали. И то только после неправильной ее эксплуатации. То есть там один, по-моему, не менял масло, а второй вообще ездил без масла. Так вот, этот автомобиль, как я уже сказал, стал полноценным конкурентом среди того, что предлагается на рынке. Но это не конкурент BMW X5, потому что BMW X5 конкурирует с Range Rover Sport. Это не конкурент BMW X3 и X4, потому что Discovery гораздо больше. Это не конкурент Audi Q7, потому что Q7 это более семейный автомобиль, он семиместный. Кстати, Discovery 5, как и Discovery 4 тоже были семиместные. И тут, да, наверное, скорее я сейчас оговорился и снова был неправ. Наверное, это конкурент Touarego, Audi Q7 и вот этого класса автомобилей. Потому что Range Rover, Range Rover Sport, это немного в другую степь. Это больше к BMW X5, BMW X7, Mercedes GL, Mercedes GLE и такого плана. То есть, например, у Mercedes и у BMW нет конкурентов Discovery 5. Соответственно, если вы хотите большой, просторный, комфортный автомобиль, вам можно выбирать из Touareg Q7. Немного разные ценовые категории, но все же я думаю, что как раз Discovery 5, он стоит где-то ближе к Q7. Так вот, либо Touareg, либо Audi Q7, либо Land Rover Discovery 5. И что из этого выбрали бы вы, кстати, мне очень интересно, напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что, если честно, если бы я выбирал из этого класса автомобиля, я сам не знаю, что бы я взял. И, возможно, это был бы Discovery 5, а, возможно, Audi Q7. Если честно, Touareg мне не очень нравится, но это исключительно вкусовщина, потому что я сужу по дизайну. Я не ездил на современных Touareg'ах и не могу сложить свои впечатления о нем. На Discovery 5 я ездил, ездил, честно, немного и могу сказать, что он совершенно обыденный. Он остался, в принципе, по своему характеру таким же пресным, но, тем не менее, компромиссным автомобилем. То есть он может дать вам хоть какую-то управляемость, в отличие от Discovery 4. Он может дать вам неплохую динамику, он может дать вам простор салона, он даст неубиваемый салон в плане материалов. И, в принципе, это все, что от него требуется. Это большой, просторный, практичный автомобиль. Вот главное слово Discovery – это практичность. Но с появлением этого кузова он стал сильно дорогой для того, чтобы быть чрезмерно практичным. И когда люди тратят такие деньги на автомобиль, они уже хотят какую-то толику эмоций получить от автомобиля, а Discovery им подарить ее не может. Соответственно, поэтому он, я думаю, что не пользовался спросом на просторах нашей страны. Если честно, я не знаю, какова статистика продаж по остальному всему миру, но в России Discovery 5 не зашел. И на этой прекрасной ноте мы давайте теперь обсудим салон этого автомобиля. Салон у него очень похож на Discovery Sport, на самом деле. Только он, естественно, больше в размерах, он лучше по качеству материалов, он лучше с точки зрения мультимедии. И есть там всякие электронные примочки, а-ля там складывание всех рядов сидений электрические, есть CarPlay полноценный, есть много интересных опций. Но, тем не менее, визуально, по дизайн-коду, это Discovery Sport. И, если честно, мне это не очень нравится. То бишь, за эти же деньги, которые вы можете потратить на Discovery 5, можно купить Range Rover или Range Rover Sport, и там салон будет гораздо интереснее. Поэтому давайте мы переместимся в сторону Range Rover Sport и обсудим его моторы, надежность и все, что можно про него сказать. Погнали! Итак, мы с вами перемещаемся в сторону Range Rover Sport в кузове L494. Давайте сразу проговорим про его внешний вид. Согласитесь, что в рестайлинге этот автомобиль смотрится просто бомбически, особенно в белом цвете. По мне, это очень красивый автомобиль. Соответственно, у него белый кузов, запритемненные фары, большие решетки, воздухозаборники, жабры. Все это выглядит очень агрессивно, очень стильно, вообще очень красивый автомобиль. На мой взгляд, этот автомобиль красивее, чем BMW X5. Этот автомобиль красивее, чем Mercedes GLE, по-моему, да, он сейчас называется. Которая, в общем, бывшая ML-ка, все ее помнят как ML-ку. Сейчас у нее куча других названий, но не суть. Это, я считаю, самый красивый автомобиль в этом классе и в этой ценовой категории, если вам нужен среднеразмерный внедорожный. Плюс его относительно конкурентов в проходимости. У него полноценная система Terrain Response, полноценная раздатка с понижающей передачей, полноценная пневмоподвеска, которая позволяет регулировать дорожный просвет в очень больших диапазонах и огромный выбор силовых агрегатов. В принципе, выбор силовых агрегатов у него точно такой же, как на Discovery, про что я уже говорил. Плюс к этому, здесь может быть установлен 4,4-литровый турбодизель, который замечательный мотор. Об этом я говорил в прошлом видео, но повторюсь еще раз. У него страдают только теплообменник, который периодически течет. Его надо менять, либо ремонтировать в техцентре цех номер один, потому что мы нашли ключ к ремонту этого автомобиля. И турбины, которые просто к 200 тысячам необходимо отребилдить, и не будет с ними проблем. Дальше. На этот автомобиль также вставился 5-литровый компрессорный суперчардж. Мой любимый мотор. Это как раз автомобиль именно с этим мотором. 510 лошадиных сил в дорестайлинге, 520 в рестайлинге, 550 в СВР, 575 в рестайлинговом СВР. И несмотря на то, что в нем 575 лошадиных сил в рестайлинговом СВР, я имею в виду, он не едет ни разу на эти силы. Какой-нибудь BMW X5M даже в кузове F85 гораздо быстрее. Porsche Cayenne Turbo S гораздо быстрее. Наверное, может быть, он едет сопоставимо с Mercedes GLE 63 AMG, потому что Mercedes тоже не едут на свои лошадиные силы. Но, тем не менее, этот автомобиль уже оснащается активными стабилизаторами и поперечной устойчивости. Офигенным салоном, особенно с 2018 года. Но с 2013 года, когда они пошли, их сейчас уже есть возможность переделать визуально полностью по 2018 год. Да, это будут не оригинальные блоки управления климатом, не оригинальный блок мультимедиа системы, не оригинальная приборная панель. Но китайцы сотворили чудо и получилось, в общем, очень даже неплохо. Я скажу, что не так, как в оригинале в 2018 году, но, в принципе, очень похоже и очень кайфово. Так вот, какие поломки вообще бывают у этих автомобилей? Если мы сейчас абстрагируемся от моторов, то, в принципе, плюс-минус никаких. Подвески очень надежные уже по сравнению с предыдущими кузовами, где ремонт 320-го, например, кузова перерастает просто в паранойю. Там постоянно что-то стучит, гремит и так далее, потому что там рама, там проблемные верхние рычаги, там очень много геморроев. Компрессор пневмоподвески, как вы помните, там под днищем и все там периодически страдает. Здесь уже сделано все нормально. Несущий кузов, многорычажные системы спереди и сзади, компрессор пневмоподвески в багажнике. И все, в принципе, для людей. Единственное, что здесь ломается, это передние рычаги, которые стоят вот так вот наискосок относительно автомобиля. В них очень большие вот такие гидравлические сайлентблоки. Если они трескаются, из них вытекает масло, они начинают стучать. Все. По подвеске в этих автомобилях не ломается больше ничего. Если мы не берем, естественно, там стойки, втулки, стабилизаторы, которые ломаются на всех совершенно автомобилях при каком-то определенном пробеге, то здесь больше ломаться нечему. Если мы берем двигатели, то трехлитровый. Все та же история, как и на четвертых Discovery, начиная там с десятых годов. Если мы берем пятилитровый мотор, то это все те же ТНВД. А если мы берем 4,4 дизель, то я уже говорил, это по факту теплообменник. То есть, на самом деле, с приходом новых кузовов, вот этих, как L494, L405, Discovery 5, Land Rover, перестал быть автомобилем для сервиса. Это очень надежный автомобиль. Тем не менее, они, естественно, и стоят дороже, чем предыдущие кузова. И, соответственно, если у вас позволяет бюджет даже в натяжечку взять новый кузов относительно старого, при нормальной его истории, нормальной эксплуатации, вы знаете хотя бы, что это за автомобиль, или с нормальным пробегом, не 300+, то я бы взял этот, потому что вы сэкономите на ремонте. Но стоит также сказать, что по ощущениям автомобиля, 320 и 494 кузова совершенно разные в ощущениях. 494 кузов ощущается как совершенно легковой классический кроссовер, 320 кузов ощущается полноценным джипом, в котором вы сидите высоко. Автомобиль достаточно тяжелым ощущается, в отличие от 494 кузова, который едет лучше, рулится лучше, комфортнее. И, в принципе, у него плюсов на самом деле больше, но, соответственно, и цена в 2-2,5 раза выше, чем у 320 кузова. Теперь вопрос. Если вы смотрели наше предыдущее видео, какой кузов выбрать, 320 или 494, продублируйте, пожалуйста, и здесь, какой кузов для себя выбрали бы вы. Мне очень интересно. А мы с вами, наконец-то, перемещаемся к флагману марки Land Rover под названием Range Rover в кузове L405. Прошу вас за мной. Ну что ж, друзья, наконец-то мы переместились к моему любимому автомобилю, но об этом я скажу чуть позже, это Range Rover в кузове L405. Он оснащался самыми топовыми двигателями марки Land Rover. Это 3-литровый дизель, самый наш любимый, да, 3-литровый бензиновый суперчардж на 340 лошадиных сил и 5-литровый суперчардж на 510 лошадиных сил, 525 лошадиных сил, 575 лошадиных сил. Не суть этой разницы в фрассировке. И 4,4-литровый турбодизель мощностью 339 лошадиных сил. Итак, что самое интересное в этом автомобиле? Естественно, это, так как флагман автомобилей, флагман марки Land Rover, это самый премиальный автомобиль, который обладает всеми современными функциями, которые только были доступны на момент выхода этого автомобиля. Конкретно этот автомобиль, вот в таком виде, он появился в 2013 году. В 2015 он перенес небольшой рестайлинг, в 2018 был глобальный рестайлинг, и на него стала устанавливаться вот такая оптика, другие решетки, соответственно, другие бампера и совершенно другой салон. Помимо салона, кстати, здесь тоже сделан салон под рестайлинг, я сейчас вам покажу. Помимо салона и внешнего вида, естественно, на рестайлинге поменялись характеристики подвесок. Она стала мягче, комфортнее и приятнее в управлении. Особенно это ощущается на лонгах. Лонг в 2013 году был недостаточно комфортен, как признают очень многие владельцы его. Задняя часть автомобиля прыгала на неровностях, а в 2018 году эту проблему уже убрали. Если вы смотрели видео Академика про его 405-й кузов, у него, кстати, гибрид, я забыл сказать, что были гибриды, назывались PHEV, это был двухлитровый бензиновый мотор с электрическую установку и общей мощностью 400 лошадиных сил, который позволяет реально расходовать в городе порядка 6-7 литров на 100 километров. И я считаю, что для большого 2,5-тонного полноценного джипа это феноменальные показатели, которых мы даже буквально 10 лет назад и мечтать-то не могли. Так вот, в 2018 году современная мультимедиа появилась. Современные технологии, такие как адаптивные круиз-контроли, удержание в полосе, автоматические парковщики, проекция полноценная, нормальная и много-много всего еще. Но, так как у нас это видео про то, какой автомобиль мы можем с вами купить за 3-4 миллиона рублей, мы сейчас с вами говорим про 13-15-й года. Если выбирать между этими годами, я бы, конечно, взял промежуточный рестайлинг, который выпускался с середины 2015 года, потому что на нем, во-первых, появилась современная мультимедиа, другая приборная панель, нормальная проекция и убрали много косяков по электрике и по ходовой части. Эти автомобили славились одной очень большой проблемой, которая, в принципе, я считаю, являлась просчетом инженеров Land Rover и достаточно сильно сказалось на безопасности автомобилей. У них трескались передние поворотные кулаки, они начинали греметь и, естественно, их меняли по гарантии. Почти на всех автомобилях, которые до 13-14-го годов выпуска эти кулаки уже поменены по гарантии, но, тем не менее, согласитесь, очень неприятно. Когда у вас что-то начинает греметь и на подъемнике в сервисе вы видите, что у вас треснул поворотный кулак, к которому крепится амортизационная стойка. Не знаю, приводило ли это к авариям или нет, надеюсь, что нет, но проверять на себе я бы этого не хотел. Так вот, естественно, я сейчас скажу то, что вы, в принципе, ждете от меня услышать, я считаю, что за эти деньги идеальный Range Rover, это Range Rover L405, длинный или коротыш, неважно, с 5-литровым суперчарджем. Это идеальное сочетание автомобиля, тормозов, коробки передач, активных стабилизаторов и перечной устойчивости и всех тех технологий, которые Land Rover мог предложить на то время, они сочетались именно в этом кузове. Вот это поворот! То есть на этом автомобиле, который достаточно просторный, их, кстати, никогда не было семиместных, и в рестайлинге не было семиместных, а семиместные Range Rover пошли только с 2022 года, когда представили новый кузов. Так вот, этот автомобиль может подарить вам ощущение люксовости в салоне, он действительно выполнен из очень качественных материалов, очень круто все собрано, подобрано и сделано, соответственно, и с точки зрения дизайна, и с точки зрения качества. Также этот автомобиль вам может подарить отличную динамику, с 5-литровым суперчарджем. Этот автомобиль едет отлично для своего веса и размера. Можно сделать на нем Stage 1, то есть это просто будет чип, Stage 2 с верхним шкивом, Stage 3 с двумя шкивами, и снять с него порядка 700 лошадиных сил. Тогда этот автомобиль поедет 4 с небольшим секунды до 100 км в час, что, согласитесь, просто феноменально для такого большого джипа. То есть, по факту, его конкурентами являются Mercedes GLS и BMW X7, который появился сильно позже. Так вот, подытожим. Я считаю, что идеальный рейндж-ровер за 3-4 миллиона рублей это 405-й кузов, 5-литровый суперчардж, потому что он комфортный, надежный, рулится, эмоциональный, круто едет, круто выглядит, офигенный в салоне, и вообще, в принципе, за эти деньги у автомобиля нет конкурентов. GLE не то вообще, Audi Q7 даже рядом не стоял, BMW X7 еще не было, а X5 конкурировать с одним не может ни почему, в принципе, кроме динамики, но покупая такой автомобиль, это не главное. Так вот, мы опять с вами переходим к тому, что лучший автомобиль во всей гамме современных автомобилей, которые вы можете купить, если, естественно, вы ищете себе джип или кроссовер, если вы ищете седан, то, конечно, для вас рейндж-ровер не будет лучшим автомобилем. Или ищете себе купе, кабриолет, конечно, это не про рейндж-ровер. Так вот, если вы ищете большой, комфортный, быстрый, эмоциональный автомобиль, рейндж-ровер в кузове VL405 с мотором 5 литров SuperCharge, ваш выбор. Спасибо, пожалуйста, за просмотр, и я буду очень благодарен за ваши комментарии, согласны вы со мной или нет. А так, оставайтесь с нами, впереди еще очень много чего интересного. Всем спасибо, пока! Субтитры создавал DimaTorzok